Ситуация в Нагорном Карабахе В последничестве России удалось заключить договор о прекращении огня, а на линию разграничений ввели российский миротворческий контингент. 11 сентября в Армении стартовали совместные военные учения Eagle Partner 2023 с военными из США. Они продлятся до 20 сентября. Боевые подразделения двух стран проведут операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач. Маневры проходят на фоне продолжающейся концентрации войск Армении и Азербайджана вдоль общей границы и ухудшающейся гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе, который с апреля фактически находится в блокаде после установки азербайджанцами своего контрольно-пропускного пункта в районе Лачинского коридора. С 26 июля колонна фур с гуманитарным грузом не может попасть в армянский анклав. Баку отказывается их пропускать, заявляя, что пересечение границы должно проходить в соответствии с азербайджанским законодательством. Гуманитарным организациям предлагают воспользоваться альтернативной дорогой Агдам-Аскеран на азербайджанской стороне. По этой дороге общество Красного полумесяца 29 августа пыталось отправить два грузовика с 40 тоннами муки, но на въезде в Аскеран колонна была заблокирована местными армянскими жителями. Ну, нужно сказать, что ситуация, связанная с проведениями совместных учений Армении и Соединенных Штатов Америки, является в настоящее время очень беспокоящую российскую сторону, поскольку мы с вами понимаем, что Армения является членом ОДКБ. И с точки зрения военно-политического сотрудничества долгие годы Армения и Россия действовали совместно. И вот впервые за долгий период времени происходит ситуация, при которой наш союзник по ОДКБ вступает в военно-политическое взаимодействие с Соединенными Штатами Америки, с которыми в настоящее время, как мы с вами знаем, отношения у России не очень хорошие, мягко говоря. С конца августа Баку и Ереван обвиняют друг друга в обстрелах территории их государств. В ходе одного из столкновений 1 сентября в районе армянского села Сотк, по данным Минобороны Армении, погибло четверо армянских военнослужащих. 7 сентября премьер-министр Армении Никола Пашинян на заседании правительства заявил об ухудшении военно-политической ситуации в регионе из-за концентрации азербайджанских войск вдоль линии соприкосновения в районе Нагорного Карабаха и на армянско-азербайджанской границе. Ситуация обостряется с каждым днем. Когда все завершится, остается только догадываться. Елизавета Газизянова, Александр Кузнецов, Универньюс.